Здравствуйте! Мы находимся в офисе шторной текстильной компании RACURS в городе Владивостоке. Здесь мы реализовали систему «Умный дом» на базе протокола KNX. В качестве комнатных контроллеров кнопочных модулей используется YUNK, серия LS990, цвет нержавеющая сталь, металл. В качестве сервера визуализации используется Iridium Integration Server. В данном случае у нас начало рабочего дня, сотрудников нет в офисе, температура уставки 18 градусов для экономии электроэнергии. Стас тут отображается, ушел из дома, что никого нет. Также у нас есть группы освещения, которые не умные, которые посажены на контактор, например, свет в санузле и в кухне. Когда сотрудники приходят в офис, им достаточно нажать один раз кнопку, включится базовое освещение, статус сменится на присутствие и температура уставки будет установлена 21 градус. В данном случае это у нас сейчас отображается температура измеренная воздуха, вот температура уставки. Также включается контактор, базовое освещение, о котором я говорил. С кнопочного модуля Юнг можно управлять рулонной шторой. Для примера, вот рулонная штора, она сейчас открыта. Давайте ее закроем, нажмем. Штора поехала. Благодаря Iridium Integration Server все освещение и моторизация интегрированы с Яндекс.Алисой. Можно управлять всеми устройствами с помощью голоса. Алиса, открой рулонную штору. Алиса, включи свет у дивана. В данном случае у нас комнатный контроллер, дополнительная панель. На втором этаже есть такая же кнопочная панель Юнг для управления освещением на втором этаже. Свет ближний, свет дальний. Всем этим можно управлять. Также свет в кабинете, который сейчас выключен. Давайте его включим. Алиса, включи свет в кабинете. Включается свет в кабинете. И статус текущий также отображается на кнопочной панели Юнг. Убирать освещение на втором этаже, как я вам показывал, уже можно с этой точки оттуда и голосом из любого помещения офиса. Всегда текущий актуальный статус устройств приходит, естественно, в приложение i3 Pro. Мы использовали базовый белый интерфейс, сценарии. Реализовали первый, второй этаж, технический и план офис. Рассмотрим, например, первый этаж. У нас есть свет у стены, у колонны, у дивана. Подсветка каталогов. Давайте включим, например, подсветку каталогов. Также здесь отображается текущая температура уставки теплого пола. Статус. Сейчас комфорт. Есть эко. И измеренная температура воздуха. Для примера переключим на температуру уставки 18 градусов. Эко режим. И термостат переведется в эко режим. Вот 18 градусов. Можно управлять шторами. Для примера давайте поуправляем экраном. Здесь у нас есть экран для презентации. И можно его, например, открыть. Его в любой момент можно останавливать. Можно его запускать в другую сторону. Также экраном можно управлять с помощью голоса. Мы реализовали некоторые сценарии. Например, сценарий презентации. У нас сейчас весь свет на первом, на втором этаже включен. Экран закрыт. Алиса, презентация! Выключается все освещение на первом этаже. Выключается подсветка каталогов. И открывается экран. При этом свет на втором этаже продолжает работать. Потому что в момент презентации сотрудники могут продолжать работать. Алиса, закрой экран. Также здесь доступно управление освещением на втором этаже. Всегда текущий статус приходит. Алиса, выключи свет в кабинете. И свет в кабинете действительно выключился. Есть также план. Можно управлять освещением с помощью плана. Опять же, переведем пример на подсветки каталогов. Вот, например, у нас здесь свет на втором этаже. И вот подсветка каталогов. Его можно включать-выключать. Можно открывать экран. Можно его закрывать. Можно включать основной свет на первом этаже. Кроме того, сценарий также есть здесь. Можно управлять светом. Например, в один клик у нас включается все освещение. В нажатии и удержании все освещение выключается. Такое управление. Также сценарий презентации доступен из приложения управления шлагбаумом. Сценарий ушел из дома. В техническом у нас, собственно, есть контактор. Когда вечером сотрудники уходят из офиса, достаточно запустить голосовую команду. Алиса, я ушел! Выключается все освещение. А термостат теплого пола переводится в экономичный режим.